любое негативное чувство которое нас по какому-то поводу расстраивать как она внешне может выглядеть кто-то сказал то что мне не нравится или я сказал то что мне не нравится или сделал кто-то или кто-то мне сделал или произошло событие или голова болит нога болит мне не нравится или ну что-то происходит и она мне не нравится меня это раздражает меня это выводит меня это давит или просто сижу и меня давить что-то то есть это жмет то ли что-то кто то что-то попасть посреди горла крути сядьте на диктофон запишите что вы говорите ли нас десяток уроков отловит то вам давит вам посреди горла то вы не перевариваете то вы не это и вот поняли да то есть что-то событие поступок действия или свое или это может быть воспоминание какое-то это может быть предстоящее действие она вам не нравится и или чье-то поведение не нравится или вам майдан не нравится или вам бабушки не нравится то есть без разницы что но вы его поймать вот вы помните да не активная эмоция это следящая система позитивная тоже да что нам сигнал пришел что парень девочка надо что-то заняться до в тебя внутри там что-то не в порядке красная лампочка в машине это значит что что-то одолеть что-то надо смазать что-то на прикрутить что-то там открутилось если они отключены начнет расти и это самое но ключевое что нужно помнить что да мы пришли сюда принимать уроки но не хотя в принципе можете и пострадать если хочется но не страдать мы пришли сюда охотиться за вот этими а урок мешает мне охотиться вернее я что-то сделал такое и я отошел от пути где-то я свернул на меня вернуться на тот на тот путь где я охочусь с тропы охотничьей сошел не отвернуться на нее и мне просто просигнализировала до поняли что такой урок до что даже я бы сказал это своего рода техника безопасности я бы вам рекомендовал перед уроком вас должно быть два параметра цель и ограничение сейчас объясню что это такое то есть у вас перед уроками должна быть цель цель и ограничение как это выглядит да смотрите вот я рисую цель это то что вы хотите получить ограничение это то что вам мешает ограничение и вот вы вы бы пошли к цели но вам вот двери мешают да обычно у нас если идешь в дверь и они не открываются то наш ум говорит просто слабо разогнался да надо еще раз да и со всей дури ты в эти двери ломаешься в том оказывается что они или в ту сторону открываются или не просто приставлены к стене да то есть надо это самое то есть надо найти щель какой-то это чё сигнал о том что более то что что-то не то делаешь да не надо дверь и ругать надо просто их другой стороны это значит смотрите бывает вот урок давид если вы уже урок поймали первым урок это ограничение данной ситуации вот вам страшно вам неприятно да вам что-то вам прикид да вы это не принимаете из тогда если у вас урок первым поймался вот знаете урок тогда задайте вопрос а чему это мешает ко мне когда-то пришли на консультацию мама с дочкой и дочка странная проблема какая сны снятся я так и мне снятся что здесь чему-то мешает нет они снятся как они потом сбываются ну да пророческие такие да и а настолько яркие сны ну это вот эти как это осознанное сновидение да то есть они ярче даже чем это самое я и чему это мешает на это что это значит я не знаю тебе это значит тебе сны снятся ты миски чему это мешает но мне просто страшно и ну то есть он я просто не знаю что происходит меня это беспокоит и я и что ты не можешь делать ну чему-то мешает физически что в этом мире ну потому что страх чему-то мешает то ли ты урок и не можешь делать то ли ты можешь не можешь до улицы выйти на что-то какая-то цель у тебя есть и это вы поняли идею да если у вас первым появилась урок то цель определяется чему это мешает то есть чему мешает что я не могу получить из-за этого из-за этого урока я не могу нормально общаться на работе я не могу работать ну то что-то происходит такое что я не могу сделать я не могу нормально дать задание человеку или например выполнить задание да то есть какое конкретно задание да она здесь важно конкретный результат который ты бы хотел получить но не можешь получить уловили да это если урок известный если наоборот у вас есть цель например там кредиты отдать или замуж выйти да ты чё же вы не вышли замуж до сих пор мы что-то миша за через урок что мешает что ты чувствуешь когда у тебя нету этого то есть если у вас сначала цель есть вот эта цель тогда как определить ограничение что чувствуешь когда цель не происходит не могу сдать аренду что делать неправильный вопрос какой правильный что чувствуешь что чувствую когда нет цели или когда не могу когда нет цели человек не надо 50 тысяч долларов а я знаю так перед уроком мне должно быть два параметра цель и этот самый до 50 тысяч долларов это не цель это деньги средства зачем квартиру выкупить в банке а это похоже на цель да и что ты чувствуешь когда ты не сможешь выкупить а чтоб четко поймать это ли они это да а представьте что никогда не сможешь выкупить как ты себя будешь чувствовать ой назови это чувство досада о ловим его это досада ну-ка прикоснись и начинает туда погружаться не это презрение к себе я не полноценно это чё я проиграл вот понеслась да вот она урок вот с ними и будем работать здесь почему важно да вот тут напишите такое примечание по сути техника работы с уроком эта техника увеличения информативности и снижение энергозатрат да то есть по сути это повышение нашей жизнестойки эволюционности до оса это самопознание а сама правило такое самопознание без цели разрушительно я очень многих людей знал когда лезут в структуре своего сознания потом в дурке сидят поняли да потому что когда вы может полезете туда внутрь вы можете наткнуться на что-то такое мощное что и мозги снесет чтобы этого не было зацепитесь за цель и цель не даст снести мозги она будет просто выхватывать из того что в этом роетесь именно то что ведет к цели и что касается цели все основное но не тронет вы поняли да то есть перед уроками всегда у вас должно быть две вещи цель и ограничение если цель известна тогда ищите ограничения если ограничение известно обязательно найдите цель все пускай она будет уловили идея почему две вещи нужны вот эти это как бы подготовка а дальше идем урок когда мы уже знаем какая цель всего в самом процессе нам цель не нужна цель сплывет только в одном пункте я его сейчас покажу первое что мы делаем включение включение можете делать вот так вот медленно можете делать быстро со времени вы научитесь включаться одним словом включился все вы включились выполните результатом включения является что сфера любви или пространство любви и поток и вы сидите вот здесь за пультом вот в этом шарике туда залезли если вам тяжело залазить сюда потому что мозги зацепляются тогда выйдите в сторону видите себя со стороны включите себя со стороны вы поняли да вы сможете видеть себя закрыть глаза и видеть себя сидящим на стуле вот прямо видите как через через нее или через него до проходит этот поток да и когда видите что поток включился заполнилась эта сфера тогда уже ныряете себе в сердце вы как воздухе висите данной как оператор который вокруг может же камера вокруг человека да вот вы это камера на одни глаза там дынь туда в сердце все за пультом сели вас прожектору вы в этом прожекторе вводите туда-сюда это включение второе вызвать урок это просто почему я вот эти тексты раздаю потому что там это такой ритуальчик да так урок там досады и не принятый но я прошу проявить передо мной в виде шарика если это же урок живой человек какой-то можно человека вызывать можно душ можно вообще что угодно вызывать хоть стол хоть бизнес там хоть что угодно да мы знаем что это живое существо только если что угодно то его ну скажем так вызывайте ее в виде шарика уже шарик самая энерго менее затратная фигура просто если это ваш дом или ваш офис да то в виде доме внутри шарика он может быть просто какого-то цвета никого может быть пластмассовый металлический он может быть цилиндром то есть не представляйте его а вызывайте его когда мы представляем и включаем фантазию и выдумываем а когда мы вызываем он из нас выходит такой какой он есть и заметите тогда особенно когда знакомых каких-то вызываете не в таком странном виде могут выйти да потому что в тонком мире она она не имеет формы и принимает такую форму какую мы на нее налепим вы поняли да то есть мы управляем формой поэтому мы можем попросить чтобы она поменяла форму там и так дальше да она может виде какой-то паука вылезти там виде каких-то козявок она что угодно может вылезти то есть не пугайтесь этого это кино но в потоке трудно испугаться но все таки мы умудряемся как-то выскочить с этого потока вы поняли там где поток там страха нет если страх появился и вы заметите ну ладно сейчас короче вызвали его все вот он болтается перед вами откуда он выйдет какая разница в проявится как вот эта сфера откуда пузырь вылез где-то из тонкого мира да все вы видите этот образ некоторые образом не видеть тогда знаете что он там есть я например на ощупь мне проще работать тактильно я даже не сильно парю с ним но хотя интересно на ощупь я вижу цвет запах да на ощупь на я просто знаю что он такой и тогда сюда мне так удобнее кто-то видит образы красивые да не ловитесь нам не образы нужны нам важно состояние что она есть присутствие а как ты его видишь слышишь о нем ощущающего все вот он вылезла висит где-то там где-то вот в районе она может быть ближе она дальше и тогда сразу же вот вызвать урок это одновременно она вышла и вы сразу обнимаете его своим потоком вы помните этот прожектор водится и можно загибать его там и тогда вот как руками обняли его сразу же без разговоров да со всех сторон чтобы она никуда не убежала и когда урок делаем вот эту сферу немножко продлевайте вперед ну то есть она обычно она круглая или как он идет да ну да сама как-то со временем найдете свою форму каждого там свое я сферу например мне нравится сфера хотя иногда он сплюскивается удобней когда она как это как яйцо короче да а тут она яйцо лежачее такое да притом вы можете на всю комнату его сделать да ну сами себе чувствуете как вам удобно и тогда вот она вылезла она может принимать огромные размеры но маленькие поэтому сфера вместе с вами она гибкая ну то есть вам подвластная обняли его потоком это значит вы его вызвали нужно хочется от него это двинуться да ничего просто светом обнимаете вам ничего не надо ничего пыжиться направили свет просто вы знаете что ваш прожектор он гибкий да то есть достаточно подумать и он обнял задача да вы заметите что некоторые уроки туда свет не проникает не хочет проникать да а задача засветить его изнутри да если вам сразу это удается что он сразу начал принимать ну прекрасно если не стал принимать обнимите его потоком да и со временем вот вот этим лучиком потыкайтесь да где-то там найдете слабое место и хотя бы достаточно один лучик туда запихнуть этого достаточно чтобы включить внутри солнышко изнутри снаружи туда трудно да ну как бы засветить его бывает хотя иногда легко потому что тут вариантов миллионы я тут все не расскажу просто знаете итоговая задача чтобы он изнутри засветился он может быть там черным зеленым еще каким-то да вот плюх туда лучик внутри глаз лампочку включили он уже изнутри светится и уже как-то дружелюбнее открывается да то есть это называется вызвать урок третий пункт я считаю что в этой цене техники один из самых важных пунктов это я называю это словом сканировать потому что нету слова вот если зрительно это видеть если ушами то слышать а чувствами почувствовать но у нас в русском языке подмена слов чувств органы чувств на самом деле это органы ощущений и поэтому когда мы мы же говорим мы ощущаем сведом и видим свет она называем органы чувств ну то есть совмещаются эти понятия поэтому я применяю слова сканировать сканировать это почувствовать какое чувство находится внутри него дать вы заметите что в этом шарике бурлит какая-то эмоция и зачастую это не та эмоция совсем не досада нас одна девочка здесь была она говорит злость чувствую на маму за то что она опаздывает до надо когда мы вызвали этот урок она такси и так раз удивлена сканировала чувство что такое сканировать видите я нарисовал темненькие полосочку до туда от меня идет свет я свечусь ну там на правде такой свет типа благодарности да я вот благодарю тебя за то что наконец-то мы с тобой встретились а вот от него идет что-то вот как это что-то поймать значит можно сделать и по такую трубочку знаете как от воду мы пьем вот отсюда вот здесь вот у нас есть какое-то место которое знаете как это тело без кожи она сверхчувствительным даже подуешь и аж но чувствуется холод бывает такое шанс дерну вот здесь на сердце у нас есть такое же место у каждого где-то там груди она очень очень чувствительные и прячем сбранируем да так вот вам с ваша задача это или трубочку туда воткнуть в этот урок и протянуть и пошел он подул эмоции на это место поняли да и тогда ты сразу почувствуешь название эмоций и его не спутаешь да потому что ум начнет если внимание будет в голове кажется наверное да когда я пальцами трогаю стол мне не наверное он твердый он точно твердый то есть то есть вот ощущение точности таки дошности да есть там сомнений нету да если есть сомнения значит либо ваше внимание в голову залезла вернитесь назад либо выйдете из себя и тогда это щупальцу со стороны подвиньте да но здесь ощущение отчетливое чувство эмоции да и она тогда дотрагивается не это говорит это не злость это досада но в чей адрес там три вещи надо да название адрес в чей адрес это эмоции и эта эмоция вы заметите если это был страх он был где-то у вас но когда вы вызвали то страх в нем они у вас но в ваш адрес или в адрес мамы или в адрес что там есть название адрес и причина и она слизывается да ну как идет да откуда она идет она но не из головы дотронулись и сразу так вот прямо называется до досада в свой адрес за то что я мама не научила и она такая офигевшая аж глаза поднимает да знаете она досадует на себя когда мама опаздывает за то что она не научила там такой бред может быть да ум удивляется да но вы его зафиксируете нам даже не это надо да нам нам надо способность сканировать чувства и поэтому когда мы сканируем мы учимся сканировать и в дальнейшем вы заметите что вот эта способность начнет проявляться даже на улице идешь и раз так дотронулся до человеками четко чувствуешь что он чувствует чей адрес и по какому поводу да то есть мы эту спас мы просто не используем и поэтому в этом месте урока используя вот эту вещь и вы научитесь со временем и себя чувствовать и других чувствовать и еще кого-то чувствовать и видите разницу чей адрес за что и тогда что есть это целый целый целая информационная система которая притом она намного надежнее чем ум чем чем что угодно чем любые авторитеты любые книги и тогда еще вот отсюда идет точность твердость такидашность на информации да это так удивленный тогда то есть по сути и почему она негативные эмоции просто негативные эмоции легче считывается это мы красавцы мы умеем с позитивной как-то у нас нормально да Нормально. Как делал? Нормально. Так нормально? Так, нормально. Или так? Она ecoоток, нормально. Я в восторге. Да, поняли, да? Все, как только вы поймали, есть ли там, да, может быть, что, если сильная эмоция прет, отодвиньте шарик. Если не чувствуете ее, придвиньте. Не чувствуете, еще придвиньте. Не чувствуйте, ну, туда впускайте его внутрь, чтобы прямо, оно аж там в сердце, вот этот шарик дотронулся до вот этого места. И тогда вы сразу назад, потому что эмоция может быть настолько сильна, что накрывает, вырывает поток, забываешь вообще, как тебя зовут и так дальше. Тогда подальше. Притом дальше это может быть на километр, на 300 километров, чтобы там только точка где-то была. Там непонятно, что вылезет, разные силы уроки по-разному. Там разное бывает, как говорится. Самое главное, что надо знать, ничего страшного, это просто образ. Если уже сильно страшно, то вспомните, кто мы, душа. И сразу в состоянии, смотришь, оно маленькое оказывается, чуть ли не планета на тебя наехала. Тут ты раз в душу, ныряешь, и она ооо, и тебя тут же этот урок начинает уважать. Ой, извините, мы не туда плюнули. То есть такими фишками внутри, так мы себя и пугаем, так мы себя и, собственно говоря, вытягиваем из всяких депрессий. Дальше прогреть урок. Все, как только вы сканировали, вы поняли, что из-за чего и что. Дальше что? Первый вариант, это просто направить на него и светить, пока он не засияет, как солнце. Второй вариант, попросить его, чтобы он сам тянул с вас. Это еще лучше, тогда не надо трудиться особо. Я прошу тебя принять от меня, подключиться к моему потоку и самому тянуть эту плазму через вас из солнца. Вы же поняли, да? И просто ждете, пока он сам станет солнцем. И когда он засиял, там что-то переварилось в нем, в этом уроке. А дальше что? Надо его подтянуть к себе и сканировать. Я говорю, снять три подарка. Там он три подарка ждет. Вспомните, то, что нас беспокоит, то нам и помогает. И первый подарок, который мы считываем, это чувство. Вот видите, я рисую. С урока идет чувство прямо в подарок для души. Просто назовите его, адрес, повод и так далее. И вы офигеете, да? Что оказывается, если прогореть злость, то она у вас совсем не злость даже. Что ты почувствовала, когда поняла про этих бабушек? Легкость – это ощущение. А чувство какое было? Сейчас, видите, она щупает сейчас, вчерашний день. Какое же там чувство было? Как назвать это чувство, которое ты испытала? Какая молодец и облегчение. Это повод уже, повод облегчения. Но там эмоция была. Эврика. Эврика. Открытие, эмоция такое, открытие, да? Офигевание, да? Удивление. Удивление в свой адрес, да? По поводу того, что открытие сделала, да? Что это же елки, вот оно, почему и так далее. Вот это чувство надо слизать. Вот он, подарок был. Просто он выглядел как раздражение бабушками. Но если его прогреть, холодная вода, если его прогреть, станет какой? Теплый. Холодное чувство, если его прогреть, станет теплым. Только каким? Назовете его, да? Важно называть эти чувства. Вот почему. Что почувствовал, что осознал и так дальше, да? И вы сразу слизываете это эмоции и впускаете ее в себя. И заряжаетесь этим чувством. Поняли, да? То есть сам себе режиссер. Вытащил холодное, прогрелый, назад положил. И внутри какое чувство появилось? Светленько. Теперь вы помните, кого оно будет привлекать? Или светлых бабушек, да? Или тех бабушек, которые вчера, только с другой стороной. Само ничего не надо делает, да? Уловили, да? Но не это главное. Для нас главное вот подарок для мозгов. Притом в итоге, как звучит подарок? Надо просто спросить у урока, зачем приходил, какой подарок мне принес, чему меня учил. И что ты поняла из этого? Вот зачем тебе был этот урок? Что ты поняла после того, как дошло? Какой вывод о жизни ты сделала? В отношении бабушек? Конкретно своей бабушке. Что ты сделала? Поняла и... Что поняла? Спокойно к этому относилась. Спокойно относиться, это уже стратегия поведения. Что в следующий раз сделать в этом случае? Так же решать свои уроки. Точно так же и решать все остальные. Если кто-то раздражает, надо спокойно принимать это, да? И спокойно решать. То есть вы поняли, да? Оно приходит как некое открытие. Как себя вести в следующий раз? Ну, в следующие разы по жизни. В таких случаях или подобных и так далее. Вот это называется, зачем приходил иметь, собственно говоря, сам урок. Подарок для разума. В тот момент, когда Ра соединяется с умом, у нас включается Рас-Ум. Поняли, да? И до нас доходит открытие, что оказывается, этот урок не только чувство нес, но еще и для разума подарок, для духа подарок. Как себя делать, как действовать в следующий раз. Поняли, да? Все, и теперь мы уже не будем кукожиться там и прятаться в метро. И нам ничего не надо будет делать, чтобы спокойно себя вести в следующий раз. Почему? Потому что у нас все ресурсы есть. У нас есть чувства для этого. И плюс понимание этого и так дальше. То есть вы поняли, да? Я начинаю понимать, почему вот то происходило. Просто вот эти бабушки-пенсионерки подсказывали тебе, что пора поменять свое отношение к тому, что тебя куда-то отодвигают и так дальше. Уловили идею? Уловили. Ну и последнее, да? Это подарок для тела. Какие действия сделать нужно, чтобы закрепить урок? Да? В направлении цели. Вот единственное место, где нужна цель. Потому что если у вас не будет поставлена цель, то урок... Ну, когда вы спрашиваете, что делать, то а что ты хочешь? Если у тебя нет, что ты хочешь, то он и не знает, что делать. Если я хочу в Киев, то что надо делать? Идти в таблице, брать трое на поезд. Если я хочу в Одессу, если я хочу, например, на Салтовку, то не надо билеты брать, надо идти в метро и ехать на Салтовку. То есть урок ответит тебе на то, что ты хочешь. Но если у тебя нет чего хочешь, то он зависает. Откуда я знаю? Скажи, что ты хочешь, я тебе скажу, что делать. Поняли, да? Поэтому важна цель, заодно и решите какую-то цель. И точно так же, что-то у вас не сдается, или замуж не можешь выйти, или не можешь найти этого, сам что мне сделать надо? И вы заметите, он начинает выдавать первые действия. Вот эти маленькие действия, которые надо сделать. Если там замуж, раз, там, не знаю, помаду купить. Этого достаточно? Нет, еще вот это там, платица. Нет, еще и сходить туда-то. Ой, так это сходить туда надо, да? И чувствуете, что-то там еще вылазит. А ну-ка, выйди сюда в урок. Туда его вкину, прогрел его, да? О, уже хочется на танцы идти. Потому что не хотелось, это боялось, вдруг там подойти, а вдруг не подойдут. Вот это вдруг туда в шарик, догрели его. Уже и не страшно, да? То есть любой страх туда покидывает. То есть все то, что вам мешает, туда в шарик, а там солнышко, солнышко все сделает солнышком. Любые страхи, вы поняли, да? И тут же он вам выдаст, этого достаточно? Нет, достаточно? Нет, достаточно? Да, достаточно. Точно? Точно. Все, если это сделает, цель будет реализована? Да. О, то вперед. Поняли идею, да? То есть у вас уже, по сути, появится план первых действий. Оно может состоять из одного действия, может из пяти действий состоять, да? То есть из каких-то этих самых, и так далее. Притом оно приходит изнутри. Именно действия, именно ваших, именно для вас, именно для этой цели, именно в данный момент. Потому что если бы завтра, она бы сказала что-то другое. Притом глупость, можно сказать, сходи в ларек, купи газету. А потом начинаешь делать, раз встречаешь кого-то, да? И тот подсказывает сам тебе, что надо, ты просто офигеешь, да? То есть надо было так завернуть, туда сходить, что там, то есть просто удивляюсь. И вот эта душа, ох, ух, не фига себе, да? Вот эта жизнь выворачивает, да? Ну такое вот, что мама дорогая, да? Все, получили эти действия, у вас уже есть действия для цели. То есть, по сути, вы вот эту эмоцию трансформировали. И тут уже не страх стоит, а что там, открытие, воодушевление, да? Просто слежите цель, возьмите результат, да? Вы же помните, опыт и знания через действия в материальном мире, которые дают результат материальный и так далее. И пошли там что-то сделать. Ну понятно, что когда вы сделали урок, его надо отпустить. Отпустить, по сути, это уже принять, да? Я его принял, он мне нравится. Признаком принятия является благодарность. Вы чувствуете, потому что ваше сердечко прямо сияется, вот эта энергия и благодарность. Боже, спасибо тебе, бабушка, за то, что, блин, научила, вот это, что дала это чувство. Да, вот здесь важно научиться излучать благодарность. Даже не надо учиться излучать, мы его излучаем. Просто обратите внимание, что из вас идет благодарность, да, и вот этим потоком благодарности. Отпустите этот урок. Готовы уходить? Нет, не готов, да? А с благодарностью готов. Да, иногда он сидит и тупит, да? Не хочет уходить, да? Спрашиваешь, готовы уйти? Ну туда где-то в свет или вообще куда хочешь. Да, ему разрешите, он может в темноту уйти. Куда? Это его личное дело, да? Можете транспорт дать. О, давай, какой-то велосипед дайте ему, да? Переберите, что он там хочет, да? Ну обычно из этой благодарности сделаете, что ему там надо. Машинку, метлу, без разницы, что, да? Это подходит, подходит. Полетел довольный такой, да? Вдогонку, благодарю тебе за бесценный опыт, там. Иди с Богом, будешь счастлив. Да. Ну и последнее, что? Восстановить пространство любви. Потому что иногда после урока оно такое покоцанное, да? Высосало все, что там может, да? Иногда оно нормальное, да? Ну что это для этого надо сделать? Просто снова этот дождик включили, трубу, быстренько докачали, выровняли пространство и вернулись здесь и сейчас. И что нужно будет сделать? Быстренько сделать эти действия. Если вам действительно эта цель нужна. Потому что когда вы материально закрепите, да, то у вас уже, смотрите, у вас было представление, там, например, бабушка плохая, да? Или я там плохой, или я еще какой-то там, да? И когда вы сделали урок, у вас нету сомнений, что вы классные. Да? Какое-то время. Но если вы закрепите это физическими действиями, то есть вы получите новый опыт, что такие классные, выполните вот эти вещи, то оно уже и не вернется. А если вы физически не закрепите, то оно просто через какое-то время, вот эта же мысль уже осталась, что я не такая. Мысль же тяжелее всего там переделать и так дальше. И поэтому лучше физически, а ум уже когда получил физический результат, он уже не спорит, что это возможно. Он уже настолько доказывает всем, что это реально, что уже и забыл, что вчера он доказывал совершенно противоположное. Потому что наш ум очень легко обмануть вот этими представлениями вчерашними, да? Поэтому когда вы физическим опытом получите новое представление о себе, то у вас сомнений уже в этом просто никаких не будет. Почему важны именно физические вот эти третьи вещи? Потому что иногда мы зависаем. Нас настолько разучили делать действия. Вот сомневаться, да, но вот принятие решения в смысле, что сделать действие, помните, меньше одного в среднем на человека. Мечтаем, знаем, знаем, еще раз мечтаем, три института уже еще закончили ради того, а вот как-то действие сделать сомнений нет. То есть энергии нет. Вот для чего. Получается, что у нас есть энергия, у нас есть стратегия поведения, и у нас есть первые действия. А вместе это что? Это решение. То есть решение это, я хочу вот это, вот это, и для этого сделаю вот это сегодня. Вы поняли, да? Если у вас в этом решении нету, что для этого сделаю сегодня, или сделаю сегодня, но не ради чего, то это не решение. Вот в комплексе, да? Цель, первые действия, и примерно зачем, какая стратегия в дальнейшем поведении после первых действий. Где-то вот так вот. Улови, леди. Так, мне... Я. Тихо. Ты прошлый раз была. Ну и что, я первые... Я заплатила точно так же, как и все. Я хочу, то вы заплатили. Верни назад. Верни назад. Энергия. Да. Энергия для действий. Стратегия поведения. И первые действия. У меня очень маленький вопрос. Маленький-маленький. Да вообще. Только надо... Спустись ниже. Чуть-чуть спустись. Побуднее. Успугнуть сейчас это самое, да? Лучше будет. Для тебя же лучше будет. Да. Но мне очень это нужно. Я знаю. Да. Тем более. Понаблюдай сейчас, что будет происходить. Так. Мне нужен какой-то небольшой урок. Чей-то, кто первый раз проводит такой опыт. Именно на первых. У кого есть какой-то урок? У Леси, да? У Леси была на прошлый раз. Леси не проходила урок. Да. А какой урок у тебя? У меня урок... У меня раздражение на брата. А когда она была последний раз? Познай, она хочет практически. Повторяется, да? Хорошо. Леси, а твой? Тихо-тихо-тихо. Не хочешь пока. Ирочка, твой? Ой, мне нужно, понимаешь, себя почувствовать, чтобы я научилась взаимодействовать с душой. Вот я немножко от души думаю, а вдруг это мне кажется. А урок какой? Урок взаимодействия с душой и вызвать интуицию. Потому что я иногда интуицию думаю, а вдруг мне кажется, это не интуиция. Что такое урок, помнишь? Что такое урок, помнишь? Ну, урок... Я только все забыла, но его сначала, с первого листа. Тихо-тихо, присядь, сядь, 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 успокойся, загони себя в сердце, не думай ни о чем. Просто слушай, тихонько, загнала и сиди там, да? И просто чувствуй меня, да? Урок это что? Какая? Эмоция отрицательная. Негативная. Это та, что тебе не нравится. Какая тебе негативная эмоция, с этим посещает? Посещает неуверенность, что я чувствую свою душу. И если у меня интуиция, неуверенность, а это интуиция или не интуиция? Вот у меня как бы колебания. Может я придумала, что у меня интуиция есть, а у меня... Значит, я тебе так скажу, не сомневайся в своей уверенности, в своей интуиции. Вот надо эту эмоцию проработать. Это не эмоции, это просто факт. Эмоция это когда ты что-то хочешь сделать, у тебя не получается. Вот не получается, потому что вот я сейчас занимаюсь определенными там биржевой торговлей, а вот думаю, а может быть надо, а может не надо, ты понимаешь? У тебя что, не получается? Да вот получается, когда я не думаю, а когда я начинаю думать, не получается. Вот учись не думать, все. Так давай эмоции-то проработать, ну очень. Вот ты сейчас думаешь, вот сейчас ты влезла в ум и хочешь, чтобы я тебя научил не думать. Я говорю, залезь сюда и сиди. Вот это будет сейчас. Вот сиди там. И смотри, наблюдай, как твой ум пытается думать. А ты просто наблюдай, не входи в него. Потому что когда ты входишь, все, у тебя энергия прет такая, что даже меня сбиваешь. А вот тебе надо отучиться это. А сейчас ты мне предлагаешь, чтобы я тебя еще сильнее научил твоим умом пользоваться. Хорошо. Мне жениха надо найти. Вот у меня... Отлично. Вот это уже более... Это серьезный урок успокоить. Да, да. Так. Твоя сейчас главная задача сидеть там и не вылазить. Как только вылезешь, сразу назад. Как только тебе хочется уверенности получить, лезь назад. Вот там уверенность, не здесь. Хорошо. Чему мешает? Мне мешает. Чему? Но это неправильно, я считаю, что меня это раздражает. Неправильно это умозаключение. Конечно, раздражает. И чему мешает раздражение? Что ты не можешь сделать из этого? Спокойно пообщаться. Нормально общаться. Да. То есть ты хочешь с ним спокойно пообщаться? Я хочу, чтобы это ушло. Тихо. Что это ушло? Ну раздражение не было. Я хочу нормальных отношений. Как ты узнаешь, у тебя нормальные отношения? Чтобы не было в душе комфортно. Что физически должно произойти? Что ты говоришь физически? Ты сейчас говоришь на языке, дай мне внимание. Это непонятный язык даже тебе. А теперь скажи на понятном тебе языке. Физически что-то произошло, ты сказал, у нас нормальные отношения. Что это что-то? Если бы это было кино, расскажи мне сценарий, что там произошло? Что ты говоришь, у меня с братом хорошие отношения. Что вы там? Поцеловались, он тебя понес на руках, он тебе подарок сделал. Или вы... Ну что там? Что там? Кино расскажи. Чем обычно заканчивается ваше общение? Вообще, он меня, может сказать, и обнимает, и целует. То есть это нормально. А что ты хочешь? Меня раздражает то, что он выпивает. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы он не пил. То есть, и правильно ли я понял, что ты считаешь, что его душа ниже, чем твоя, и ты хочешь, чтобы так и осталось? Нет. Так как нет? Ты тоже сказал, ты хочешь, чтобы он не пил, а он хочет пить. Но тебя это раздражает. Это твоя болячка, а не его. Да. Он хочет пить, и он решил, и вмешиваться туда, это еще и я получу. И мы все вместе, что участвовали в этом. Да. А ты предлагаешь, пойдем туда, и мы его поменяем. То есть сделаем энергопроизвол, направим на него свою энергию, чтобы он перестал пить. Тогда курить будет. Наркотики, да. Потому что, если там есть какое-то искажение, то он будет чем-то его компенсировать. Ты предлагаешь разрушить это равновесие. Да, мы разрушим его. Он пить-берет станет. Ну, значит, колодца начнет. Это мы скажем, о, потом будем бороться с колодца. Поборемся, да, он тогда что-то еще начнет там. И так дальше. То есть, ты сейчас пытаешься влезть в чужую душу, в Творца, и там его поменять. Он смотрит на это, ну-ну. И как ты думаешь, чем это кончится для тебя? Наверное, да. Наверное, да. Потому что, если бы кто-то маленький лез ко мне и рассказывал мне, что надо делать, я бы успокоил его очень быстро. И Ирочка бы тоже, правильно? Ну, куда лезешь, да, в чужую жизнь и так дальше. Поэтому по-другому поставил вопрос. Чему мешает, да? Какого события мешает? Что-то не можешь получить из-за того, что ты раздражаешься. Подумай пока. У меня обида. На кого? Слушал мужа. Да. Чему это мешает? Мешает. Хочу построить. Следующее отношение. Что-то, что-то цикленно. У тебя есть молодой человек для этого? Еще нет. Нет. То есть, по сути, твоя цель познакомиться с новым человеком, ну, уже без этих обид, этих дачек. О, хорошая цель. Познакомиться с новым человеком. Еще не знакома? Нет. Хорошо. То есть, смотрите, цель познакомиться с новым человеком, с которым создать отношения. Но мне обида мешает. Почему? Потому что я знаю, что если я с обидой пойду с нему, то там и обиды будут. Уловили вещь? Ирочка уловила? У меня тоже такой же проблемы. У меня тоже такой урок. Тихо, тихо. Я смотрю, ты больше хочешь внимания получить от всех, чем урок пройти. Да, иди сюда. Тебя обожаю. Смотри, мужчины кинули. Причем-то ты так не нужна урок проработать. Не сам, что-то думаешь. Как ты думаешь, кто лучше знает, как ездить на машине? Инструктор машины или человек, который сел на машину, которого он учит? Я предпочитаю ездить только к инструктору. Ты ответ не ответила. Так вот я инструктор, и я лучше знаю, что для тебя лучше. Вспомни какой-то случай, когда у тебя была обида, проявилась. Просто как образ. Не надо заходить, просто вспомнила. Есть, все. А теперь забыла. В сторону отложила. Все. У нас цель есть, помнишь, создать отношения. И есть это самое. Глазкой прикрыла. Вы можете параллельно с ней идти, не закрывая глаз, чувствуя все то, что там происходит. Вы можете свой урок, ты можешь свой сейчас прорабатывать. Самая ключевая вещь, находитесь здесь. Просто и отсюда чувствуете, что сейчас, какие чувства сейчас будут здесь гулять. Уловили? Глазки прикрыла. Отключила все внешнее. Есть только твое тело, сила легкости. Творец, проявись передо мной. Сердечко зашла. Пошли мне поток любви и света. Примеет меня приток любви и благодарности. Отлично, творец, проявись надо мной. Пошли мне поток любви и света для просветления центрального канала. Расширь поток любви и света. Отлично, земля, матушка, примись меня, все тревоги, хлопоты, переживания, все эмоциональные, физические дискомфорты. Центр земли завращался, прямо вытянул из себя туда внутрь, ушло все. Отличный творец, пошли поток любви и света для восстановления пространства любви. Тут же сферу проявила вокруг себя. Протяни ее вперед, туда же до стеночки. Солнечный дождик. Наполняем сферу подошвы, щи, колотки, голени, коленки. Живот, сердечко, шея, макушка, доверху, дневной свет включила. Поток холостой, ты в сердце. В сердце? Подвинь эту стеночку туда дальше. Отлично. Обида на мужчин, не принятая мною, которую я переживала в прошлых отношениях. Прошу проявить передо мной в виде образа шарика. Отлично. И как только проявляется, сразу обнимай его потоком. Приветствую и принимаю тебя. Благодарю за бесценный опыт. Прошу прощения, что я так долго носила тебя в себе. Я очень сожалею. Прошу приметь от меня любви и света столько, сколько необходимо. Чтобы ты окреплый, мы могли пообщаться. Видишь шарик этот? Какого он цвета? Синего. Синего. На каком он расстоянии от тебя? Синего. Хорошо. Какое чувство с него идет? Подсоединяйся к нему, подключайся, сканируй чувство. Называй его. От шарика? Да, от шарика. Прямо в сердце. Лови сердце. Ближе подтяни шарик. Еще ближе. Какое чувство от него идет? Злость. Злость. Чей адрес? Мой. В твой повод. Считай повод. Перебирай слова. Потраченное время. Потраченное время на что? Зря потраченное время? Злость на себя за зря потраченного времени. Да? А в его адрес какой идет? Из шарика? Грустно. Грусть в его адрес? По поводу? Что все так закончилось. Хорошо. Отлично. Спроси у шарика. Эти чувства мешают тебе создать новые отношения или еще есть какие-то? Что он говорит? Ближе подтяни его. Нет, не только. А что еще? Обида тоже. Обида. В чей адрес обида мешает создать отношения? В его с моей. То есть твоя обида в его адрес. Еще какие, кроме обиды? Все. Отлично. Поблагодари, Шарик. Я благодарю тебя за обиду. И здесь сейчас мы сделаем маленькую вещь, которая позволяет очиститься от этой обиды. Шарик, я прошу, пользуясь моей энергией, он подключен к твоему потоку, пользуясь энергией его потока, найти во мне и вытащить все перечисленные эмоции, которые когда-либо возникали во всех моих телах. Злость, на зря потраченное время, грусть, что у нас так это получилось. И обида. Обида за что? Проси. Обида. Повод. Что все так закончилось. Обида на него, что все так закончилось. Понял. И обиду за то, что не так заканчивается, как мне хочется. И прямо почувствуй, как шарик завращался, как пылесос, с него такие присоски пошли и начали шариться по тебе и высасывать из тела все эмоции. Откуда сосет? Горло. С горла. Отпускай горло. И не выгоняй эти шарики, а выпроваживай, как бы мысленно, виртуальными руками. Ты можешь летать вокруг себя и теперь помогать этому горлу выпускать из себя. Только выпроваживай, как на проводы. Я прошу, покинь меня все эти чувства, чтобы они вышли, для того, чтобы ты могла их пролюбить в одном месте, в шарике. Покажи им, что там света много, чтобы они туда выходили, там им вкуснее. Выходит? Да. Отлично. Когда выйдет, скажешь. Прямо чувствуй, как шарик прямо шарится пылесосом и высасывает прямо с промежутков между клетками оттуда, с горла. Все. И когда очистит, скажешь. Вышал. Вышал. Еще где по телу пускай пошарится. Сканируй тело. Пускай шарик сканирует. Разрешай ему. Сердце. А? Сердце? В области сердца. Отлично. Туда пускай рукав пылесоса. Шарик подлетает ближе и усиленно, с радостью начинает высасывать. Можешь муршечку включить. Вытягивается сердце. Какого цвета идет сердце? Темно-бордовое. Отлично. Отлично. Выпускай его из сердца. Можешь сзади поставить солнышко. И солнышко сзади светит, помогает. Какое оно там в сердце? Твердое, жидкое или газообразное? Твердое. Твердое. Отлично. В сверли туда такие проводки. И сделай так. Взорвалось. И сразу пыль-пылесос высосал. Отлично. Впускай солнышко туда, на то место, где пыль пыла. Ушло из сердца, все. Так, шарься по телу, где еще есть? Пускай этот шарик шарится по телу, наверное, потому и шарик. Ищи, где там, в животе может быть. В животе. Отлично. В каком месте в животе? Находи источник. Нашла. Нашла. Отлично. Какой он там, твердый, жидкий? Такой, какой-то слизистый. Слизистый. Отлично. Солнышко сзади подтягивай к нему. Начинай светить. И посмотри, как эта слизь превращается в жидкость. Жидкость превращается в прозрачную-прозрачную воду. Вода превращается в пар. А пар высасывается пылесосом. И как только эта слизь трансформировалась, то место, где была слизь, тут же заполняй солнышком. Есть? Все вышло, да? Отлично. Интегрируй солнышко в структуре тела. То есть, как бы врасти. Пускай оно там станет тобою. Ну, кусочек солнышка. Только не заплата, как была, как бы срослось снова. Отлично. Шарся по телу. Где еще есть? Ноги, проверь. Бедра. Голова. Голова. Отлично. Найди, в каком месте головы источник. Нашла. То же самое. Какое оно там? Твердое, жид? Твердое. Отлично. И сердечко, шнурочки золотистые такие. И как вот детские петарды. Как будто праздник. Пах-пах-пах-пах-пах. Смотри, в пыль превратилась. И вот это все конфеты полетели туда. И как только вылетели, то место, где были вот это твердое, тут же заполняй солнышком. И врастай. Заполнила? Да. Так, еще где пошарся, просканируй. Все. Все? Спроси у шарика. Он все вытащил, что мешает тебе создавать отношения? Что он говорит? Все. Все, отлично. Поблагодари его. Отлично. Теперь шарик, я прошу, подключись к моему сердечку. И через сердечко, и солнышко втяни в себя столько света, чтобы ты сам стал маленьким солнышком. И посмотри, он как заверещал от восторга и начинает наполняться из сердца. Открывай сердце. Тянет с тебя. Пускай он сам тянет. Открывай сердце, чтобы было аж до плеч. Такое большое сердце делай, большое аж сюда вот, еще больше себя делай, да? Заметь, чем шире сердце, тем больше ты наполняешься. А он работает. И как только он станет солнышком, засияет, скажешь, когда наполнится. Наполнился? Пускай сам себя проверит, все ли в нем стало солнышко. Нет ли там каких-то точечек незаполненных? Пускай все, отлично. Спроси у него, он весь заполнился? Да. Отлично. Теперь подтягивай его к сердечку. И теперь открывай вот это чувствительное место и открывай шарик. И пускай, сканируй снова. Какое чувство с него идет? Расслабься. Какое чувство с него идет? Тепло. Тепло, это ощущение, чувство какое? Благодарность. Благодарность. За что? Какая ты, что он тебя благодарит? Спроси у него, какая язва, за что он, какая, говори. Хорошая. Хорошая. Еще какая, быстро. Хорошая. Открытая еще. Теплая. Теплая. Теплая, может быть. Еще какая. Отлично. Шарик, я принимаю от тебя любовь, благодарность в мой адрес за то, что я хорошая, открытая, теплая. И делая шарик, как воздушный шарик, то есть делая сердце, как воздушный шарик и впуская эту энергию, надувая свое сердце, чувствуя, как эта энергия от шарика прямо струей идет в твое сердце, а взамен пускай в него идет поток от солнца. Идет баркер. И прямо заполняя сердце, оно увеличивается, заполняет всю грудную клетку, пропитывая каждый атом и промежутки между ними. Теперь заполняет все туловище, заполняет макушку и подошвы, и заполняет все пространство любви. И теперь увидь, прояви своего парня, на которого ты обижалась. Видишь его рядышком? И его наполняй, каждую клеточку его. Смотри, какое выражение у него лица. Улыбается. Улыбай. Ему нравится это? Да. Отлично. Наполняй его. Отлично. Заполняй все пространство любви. Шарик качает и такой разрешай ему. А теперь растворяй пространство любви, заполняй всю вселенную это чувство. Доходи до границ вселенной и растворяй, заполняй всю душу этим чувством. Любви и благодарности в свой адрес за то, что ты хорошая, открытая и теплая. И насладись этим, погрузись в это ощущение, пропитайся чувством. Любви и благодарности за то, что ты хорошая, открытая, теплая. пропиталась смотри на шарик какой до нади его видящего да какой он сейчас яркий и чувствуешь ему благодарность вот влей в него из сердца благодарность прямо вкачай в него смотри как он увеличился и запрыгал есть теперь подойди ближе и спросить чему он учил тебя какая жизнь чему он научил что какой штуки и знаний он тебе дал для твоей душе что ты поняла это уже стратегия поведения нужно быть более открытой и тогда что будет пускай покажет что будет если будешь более открытый будь открытой будешь счастлива так а есть иначе пускай покажет что будет иначе да увидит опускать коридор будущего видишь а теперь делай выбор отлично шарик я принимаю это называется я принимаю твой урок быть открытой буду счастлива и благодарю тебя за этот бесценный опыт кланясь этому шарику видишь своего парня прошлого и его благодари я благодарю тебе за то что ты дал мне этот урок будет открытой и будешь счастлива есть отлично теперь спроси какими действиями закрепить этот урок в направлении цели что он говорит тебе сделать в направлении вспомнишь свою цель какая цель покажи ему цель какая цель отлично спроси в него и закрепить этот урок уже с новым чувством да отлично что первое надо сделать в ближайшее время в этом направлении что он говорит кого купить платье когда на следующей неделе когда платье в среду пускай покажет где лучше всего показал отлично запомнила да отель спроси у него этого действия достаточно или еще какое-то надо сделать чтобы закрепить урок что он говорит да или нет пускай скажет какое отлично когда встретиться в новом платье или нет с друзьями в новом платье новом платье пятницу так спроси этих двух действий достаточно чтобы закрепить уроки пошел процесс цели еще что надо сделать куда пойти в клуб так этих трех действий достаточно отлично пойти в клуб шарик я благодарю тебя за бесценный опыт и за подсказочки и теперь покажи ему что ты это сделала смотри что он делает купила платье в среду отделась встретилась с друзьями и пошли в клуб покажи ему что ты уже в клубе там что-то делаешь смотри что шариком происходит да какое чувство в нем возникло когда он видел что ты это сделала радуется в чей адрес радость по какому поводу отлично шарик я принимаю тебя любовь радость в мой адрес за то что я это сделала открывай шарик открывай сердце впускай увеличивая сердце наполняя себя наполняя всю себя от макушки до под это самое наполняя пространство любви наполняя всех участников клуба чувством я это сделал растворяя пространство любви наполнять всю жизнь растворять наполнять всю душу чувством радости любви в свой адрес я это сделала есть виде шарик отлично спроси у него он готов уйти отлично благодарю тебе шарик и вот этой благодарностью провожай отпускаю тебя будь счастлива иди своей дорогой отпускающего смотри поскакал полетел отлично и теперь восстанавливаем пространство любви снова солнышко сверху сферу сделала комфортную на тот размер и понеслась на качке пошла качать пошло через тебя на саму посыпал пол полилось через тебя подошвы щиколотки голени и коленочки таз живот солнечное сплетение макушечка доверху дневной свет включила холостой ход стеночки пощупала подтягиваемся подтягиваемся как кошка подтягиваешься ножки тянешь вперед не стесняйся да а так и здесь и сейчас возвращаясь и открываешь глазки аплодисменты развернись развернись значит вот эта часть она важная называется провести по уроку когда марьяна была в в уроке это измененное состояние когда мы возвращаемся мы забываем чтобы этого не было нужно сразу по уроку провести помнишь место бы сразу же проходили потому что забываешь да помнишь как мы включились вначале вспоминай если мы вспоминаем в нормально то но как бы возвращается сюда 2 помнишь как мы вызвали урок синенький такой да и когда мы его сканировали да там получилось не обида вылезла начали а что злость в его адрес вернее в свой адрес за то что ты зря потеряла время адресе повод сразу сканировался потом появилась вторая вещь грусть была у грусть была в его тоже адрес что так сложилось и только 3 вылезла это мне сначала мы когда спросили при спросили в шарика эти вещи мешают нас конец еще обида есть да помнишь да и 3 обида в свой уже адрес да за то что так получилось за то что так сложилось мы еще единственное что сделали мы попросили шарик вытащить с тебя все то что там и было помнишь там в шее было да он нашел высосал вот эту обиду остатки и и потом в сердце да и в голове там что-то нашел потом пошарился он нету заметь мне в него все время переспрашивали он все забрал он да все забрал отлично вот этой это все причины того что да ну то есть у него же и убеждайся все ли он забрал потому что когда мы две назвали он сказал не они все еще обида есть то дэнтон айди он сам ищет сам находит сам высасывает да все что тебе надо это просто любить когда все это высосал дальше мечта мы попросили его накачаться так чтобы он стал солнышком а на солнышко все становится солнышком чтоб там не было поэтому все то что туда шло устало чем солнышком а теперь смотри когда мы начали сканировать урок чем было это со солнышком чувством благодарности тебе то есть все то что сидела в тебе и попала сюда и прогрелась сталым чувством любви благодарности твою адрес вот за это помнишь да и ты его втянула снова вспомнила какая ты то есть по сути твой бывший парень через вот этот случай напоминал тебе кто ты такая ну как мог вы только сейчас дошло дальше какой урок нес по сути через этого парня к тебе жизнь давала урок она через кого-то дает будь открытой будешь какая правильно открытой будешь счастливой а в противном случае какая защита закрытая несчастная и вот когда мы видим уже две альтернативы вот теперь мы осознанно выбираем выбирай а так неосознанно лезли туда то есть вот вот это способ человеческий до увидеть что нас там ждет если то и если то и спокойно вы правда выбор легко но вот проблема выбора нет проблемы выбора надо просто увидеть конкретно этот выбор и сразу понятно что выбирать заметь мы никогда не ошибаемся как-то сразу угадываем куда нам надо идти и конкретно какие действия сделать это уже подарок для тела чем порадовать через тело первое платится купить среду даже время говори даже где говорить помнишь показал до 2 одеть да вот когда я встретиться с друзьями я сразу не чувствую сплать им сплать им до сплать им и потом чтобы пойти в клуб все и там заметишь там что-то пока да то есть правильно заритежный дурак зачем тебе все показывать между киева не фары светим и что вот до клуба до пятницы да а придем пятницы там новое включится что может там еще три урока пройдет правильно пришла домой может там у тебя еще что-то всплывет черный сразу будем показывать да и тогда поняли все аплодисмент запиши запиши себе свой урок да будет открытой будешь счастливой и вот эти действия я их пока не стираю